всем привет меня зовут рома это канал будни удмурта сегодня мы с вами находимся в одинцово загрузились и отправляемся в нижний новгород неподалеку нижегородская область это город дежинск едем туда завтра нужно быть до 9 часов утра загрузили у меня по полной так что едем потихоньку ну что я могу сказать с возвращением меня во первых на машину во вторых на эту должность водителя так что приятного просмотра ставьте лайки комментируйте все а мы поехали самая главная моя задача это выбраться из москвы потому что мы сейчас находимся в одинцово поедем по мкаду и через балашку выбираемся в сторону ногинска и выходим на м7 и выезжаем на нижний новгород великий нижний нет нижний я не путаю просто оговорочка маленькая погода хорошая за окном 25 градусов жара кондиционера нет у кого-то есть у кого-то нет потихоньку помаленьку поедем надо заехать еще взять водички и что-нибудь перекусить что-нибудь перекусить потому что я сегодня завтракал встал сделал зарядку умылся уж принял выпил кофе и поехал выехал в 7 загрузка вообще в 12 вот получается в 10 я туда приехал на загрузку впереди камера на 50 загрузились найдем более быстрый маршрут загрузили за 40 минут и все сейчас вы прикиньте если бы меня не одобрили на загрузке я бы еще ждал полтора часа после этого меня бы еще загружали бы час ну 40 минут и вот во сколько бы я выехала до нижнего мне показывает 8 часов ну плюс пробки из-за этого а так вообще с москвы до нижнего где-то 6 субъект прошло два с половиной часа я на мкаде еду еле-еле еду в одинцово пока стоял потом нам каде сейчас стою наконец-то дорогие друзья мы выезжаем из москвы через балашиху я просто сейчас посмотрел у меня не прическа качан капусты похоже на шапку мне очень жарко сразу же могу сказать мой парикмахер просто ушел вот до 10 июня поэтому я пока буду вот с такой прической короче очень душно прошел дождь я заехал к своему другу попили кофе я немного отдохнул потому что вот в пробках в москве ты когда едешь просто сразу же сразу же окунаешься сонное царство ты едешь все все душно от каждой машины парит прям жестко и ты едешь монотонно кто-то тебя может подрезать вот и так типа раз раз но все равно клюешь носом поэтому я заехал к другу лёха привет попили чай кофе обсудили все фанатские дела потому что фанат спартака то фанатеет от футбола в респект это искусство мне кажется короче мне до держинского 5 часов дорога вроде как пустая но перед ногинском там будет пробочка пробочка которая образовывает светофор кстати достаточно круто загружен загружен потому что вместила 6 палетов это получается достаточно много по продукции ну там просто коробки я разбалтываюсь потому что я хотел очень сильно спать честно все продолжаем дальше я я не знаю да но и 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 московское время 5 часов 10 минут мы с вами проехали павловский пассат мы с вами потому что вы как будто бы у меня в машине сидите погода так себе ну вроде как бы и солнышко вроде как и дождик но душно сейчас распогодится возможно хочу остановиться где-нибудь кофе попить сильно не разгоняюсь до 100 километров если пустая дорога то 110 иду тем более сейчас только-только дождь начался асфальт как лед нужно быть аккуратным плюс еще когда едешь по трассе вроде оживленно все но завеса из воды получается такая кто-то притормозил кто-то быстро перестроился бывают разные ситуации поэтому нужно быть предельно осторожным на такой трассе а так вообще кайфово кайфоват кайфоват хочу а Продолжение следует... Продолжение следует... Обклеена полностью какими-то... Стикерами... Либо Япония, либо Китай машина... Габариты задние, как от американца... Круглые... Но машина вообще... Ну, как будто бы из другого региона... Реально... Вот он там едет... Сейчас я поближе к вам... Поближе его покажу вам... Блин, ты понял... Заправка, там можно взять кофе... Ну ладно... Вот, короче, подъезжаем... Но он прет нормально, типа 110... До этого он не перестраивался... Вот, сейчас он начинает перестраиваться... Перед этим... Перед ним ехал какой-то пятитонник... На аварийке... И он почему-то ему сигналил... Может быть у них... Не заведено вообще... Перестраиваться... Ну, короче, не знаю... Я предполагаю... Видите, у него... Японские иероглифы, либо Китайские... Номер желтый полностью... То есть, обозначения... Либо там... Какого-то... Русского названия вообще нет... Сейчас я вам покажу, как он выглядит на самом деле... Короче, не ясно, что за машина... Ну, это MAN, точно... А, это не MAN, это C-Track даже... Ну, понятно, это, короче, кореец... Предположил... Может быть, это и не кореец... Но едет он необычно... Дефлектор отвалился... Отклеился... Сейчас надо где-нибудь тормознуть... Его приклеить... Обезжирил... Вроде заклеил на двойной скотч... Не знаю... Сейчас, если отлетит, я полностью сниму... Дефлектор... И потом уже как-нибудь... Заклею... Сейчас проверим... Кстати, я хотел отметить... Заправку... Ирбис... После покрова... За... Хорошую стоянку... За дешевый кофе... 0,3 получается... Капучино... Стоит... 169 рублей... Плюс... Здесь есть... Турники... Можно позаниматься... Тем временем... Я объезжаю город Владимир... В сам город суваться не будем... Потому что там... Плюс 17 минут... Поэтому... Смысла нет... Смысла нет... Смысла нет... И... Сейчас я хочу проверить... Объездную... Которую каждый раз строят... Каждый раз устанавливают... Какие-то переграды... Какие-то ограждения меняют... Асфальт... Расширение... Сужение... Но... Возможно... Она не изменилась... Потому что... Зимой я ездил... И там... Был как всегда ремонт... Принцовная рука... Просто такие... Дальше... С если вы хотите спросить сделали ли объездную владимира нет колдаебины на колдаебинах ухабы на ухабах склейки не склейки зато вот там хорошая дорога проезжаем поселок сенина осталось 145 километров по прямой и мы с вами в держинском каждый раз удивлялся когда смотрел на такие домики вот люди же живут здесь и они живут с каждодневным гулом от дороги какие же они терпеливые все-таки либо они просто приезжают сюда на сезон либо просто у них вот но сейчас вот уже пластиковые окна стоят значит они наверное не пропускают этот шум дороги каждый раз задумался такой блин это же невозможно жить тем более около федеральной трассы гул скрежет сигналы ночью зимой летом осенью что пробочка из-за ремонта дороги а вот и сирень а вот и сирень каком из-за ремонта дороги выглядит поляна сирени это вот просто это дикая сирень как же красиво она понимаю было плохо видно но поверьте это было красиво ну вы представляете вот вы едете в зеленой местности и по бокам все фиолетовое это все живое это все природа многие люди не ценят это красота зимой такого нет начались вечерние гонки сейчас легковушек меньше стало больше либо газели либо эти тоники либо фуры все и началось шашки бам-бам-бам сейчас посвежее все все расправили крылья начинают газовать заправляем тридцать пять доброе утро в таком месте я ночевал жду когда приедут и запустят меня вообще встал часов 6 утра сонный сделал зарядочку выпил кофеек там вот на газпроме можно купить кофеек 250 миллилитров стаканчик большой стоит 70 рублей кофе с молоком пойдет пойдет у меня сегодня загрузка на 8 нет на 6 вечера с нижнего новгорода до санкт-петербурга заявку уже скинули вот сейчас вот 9 часов утра созвонился заказчиком он сказал то что 9 часов запустил жду от него звонка выгружаемся созваниваемся с заказчиком на той точке загрузки и посмотрим если погода будет хорошая может быть до 6 часов вечера где-нибудь погуляю по нижнему новгороду посмотрим по настроению по погоде в кастрюлю